Слава Украине! Приветствую от Полонского. Ребята, сегодня 4 июля, а значит сегодня День Незалежности основного нашего, ну скажем так, основного, одного из основных наших союзников и друзей Соединенных Штатов Америки. Да, ребята, сегодня День Незалежности. 1776 год, 4 июля, 13 британских колоний в Северной Америке объявили о своей независимости от Лондона. Чем это было интересно тогда, да, что это были, вот как вам объяснить, смотрите. Обычно были как бы захваченные территории, захваченный народ и метрополия. Ну скажем вот Испания захватила экваториальную Гвинею в Африке, да. Вот люди, которые жили в экваториальной Гвинеи до прихода испанцев, это один народ, а сами испанцы это другой народ, да, то есть захвачки. Что же касается Северной Америки и 13 вот этих британских колоний, тогда не штатов, а британских колоний, то в принципе это была кровь и плоть английского народа, да. То есть они по своей, в большинстве своем, если вот не принимать во внимание индейцев, которые тогда не принимали особого, точнее практически никакого участия в политической жизни, то основное население было, мало чем отличалось от населения того же Лондона. Это было очень интересно, да, то есть что люди, которые были кровь и плоть, как говорится, такие же, как и в метрополии, подняли против нее, они не поднимали восстание, они объявили о независимости, просто на них напали, и они были вынуждены защищаться, в результате победили, образовались Соединенные Штаты Америки. Ну, наверное, самая успешная на сегодняшний день страна, и самая экономически мощная, и самая развитая. Конечно, не без тараканов в голове. Мы все прекрасно видим, что у них сейчас творится в политике, как это все печально выглядит, что в другой раз страна проявляет непростительную нерешительность. Тем не менее, тем не менее, не хочу сегодня о грустном, хочу просто их поздравить с днюхой, с днем принятия декларации о независимости США. Еще раз говорю, это, пожалуй, это не пожалуй, это самый мощный наш союзник, на которого мы надеемся, и надеюсь, что они к нам испытывают, ну, хорошее чувство, как минимум. Вот, и, собственно говоря, дай Бог им счастья, God bless America, да, а мы будем, как говорится, мы будем держать ухо востро, и, знаете что, кое в чем брать с них пример, а кое в чем брать пример не будем. Почему? Потому что, ну, я еще раз говорю, у них, не все у них так идеально, как вот некоторым у нас кажется. Есть, конечно, очень большие промахи, и не только в политике, еще и в экономике, и так далее, и так далее. Но страна, в общем и целом, если брать до кучи, успешна, и вполне себе годится для того, чтобы быть каким-то примером для нас. И еще раз скажу, вот такие страны, когда могут завалиться, не дай Бог, конечно, этого сейчас не произойдет, но, в принципе, когда валятся такого рода страны, которые являются таким локомотивом, да, мировым, СССР, кстати, не был локомотивом, СССР был, ну, как Северная Корея сегодняшняя, он, скорее, показывал альтернативный, тупиковый стиль развития, так вот, когда валятся действительно страны, которые являются локомотивами мирового развития, посмотрите на Древний Рим, когда его завалили. Что потом произошло с Европой, да? На уровень, опять-таки, Рима, с канализацией, с водопроводом, с культурой, со всем остальным, с гигиеной, заметьте, Европа вышла только через полторы тысячи лет. Полторы тысячи лет в никуда. Вот так вот, представьте себе, после того, как Рим завалили, при всех его минусах, а, конечно, минусов было, ой-ой-ой, сколько. Вот, поэтому, конечно, еще раз говорю, год Бресс Америка, и занюхай вас. Продолжение следует...